Слава Господу. Да бухгалцит вас Господь. Если говорить по правде, мы с Анной договорились, что немного будет проповедовать она, немного я. Я сегодня приготовил слово, но забыл, что нужно смотреть проповедь, слушал ее и забыл, о чем нужно проповедовать. Она дома не сказала, о чем конкретно будет говорить. Ну, пару слов сказала. Я внимательно слушал ее, потом вспомнил, что я тоже должен провести служение. Слава Господу. Добро пожаловать. Добро пожаловать всем нам. Аминь, аминь. Слава Господу. Поговорили о тещах, я кое-что вспомнил. В день нашей свадьбы моя теща подошла и сказала, Гор, многое тебе не могу обещать. Ну, наверное, тещи могут понять ее, почему она так говорит. Но она сказала, одну вещь точно обещаю тебе. Никогда в жизни не буду вмешиваться ни в какие ваши жизненные вопросы. И знаете, что интересно? Уже более 20 лет, как мы женаты, эта женщина ни разу не спросила какой-нибудь вопрос, который, знаете, не в ее границах, допустим. Она не спросила, как вы живете? Не то, чтобы моя теща, даже моя мама не в курсе. Мама моя здесь сидит. Мой отец тоже не в курсе. Никто из них не спрашивал, сколько ты зарабатываешь. А вы ссоритесь друг с другом? Никто. Никто из наших родителей не задавал такой вопрос. Даже Анна, правда, не знает, сколько я зарабатываю, до сих пор не спрашивал ни разу. Но так хорошо, когда, знаешь, ты свободен на самом деле. Ты не хочешь, знаешь, интерес, конечно, заставляет тебя, но ты не хочешь, знаете, встревать во все вопросы и узнать, что там происходит. Ну-ка, расскажи, что ли, что там происходит у вас. Мам, ну, хоть что ли там, ну, что ты хочешь? Нет, расскажи ей, пожалуйста. Мама любит, конечно, допытываться и узнавать обязательно какие-то вещи. Это семья. Ты можешь услышать какие-то вещи, которые тебя разочаруют. Разочуешься и в невесте, или, там, допустим, в зяте своем. Пусть они уже ссорятся, мирятся, чтобы ты не разочаровывался. Поэтому, насколько возможно, держитесь подальше. Вы наблюдаете со стороны. Если они нуждаются в вас, то будьте готовы помочь, но никогда не, знаете, не входите в их поле, в их семью. Я знаю много семей армянских, когда, допустим, муж приходил, говорил, что, слушайте, ну, я не знаю, пастор, моя теща все знает, что у нас в доме происходит. Я разговариваю с женой, все нормально, она разговаривает с своей мамой, все ненормально. Этого всего не должно быть. Отпустите своих детей, дорогие тещи и дорогие свекрови. Пусть они живут себе. Одна из моих знакомых, знаете, почему развелась? Через шесть месяцев. Потому что свекровь пришла и, начиная с брачной ночи, положила свою лежанку у них в комнате и сказала, я должна во всем свидетельствовать. Я должна все видеть. И она полгода угнетала их жизнь, и эта девушка любила своего мужа, но она развелась с ним, потому что поняла, что это невозможно просто. А парень не может обидеть за свою маму, поэтому возлюбленные, свекрови и тещи, пожалуйста, оставьте своих здесь в покое. Пусть они ссорятся, пусть они мирятся. Что-то у них и получится. Но если вы начнете им мешать, каждый из вас будет давать какие-то неправильные советы, и все вообще смешается. Слава Господу. Вторая глава седьмого стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Смотрите. Бог человека создал из праха земного. Вещи в нашей жизни, есть какие-то вопросы духовные, в которых, если мы не понимаем всю глубину, то на некоторые из этих вопросов ответы не поймем. Но если мы идем к началу всего, к источнику всего, мы говорим сейчас о самом начале, о сотворении. Знаете, что написано? Написано, что Бог из праха земного создал человека, Адама. Как Он создал животных, как Он создал птиц, так Бог создал из праха Ей Адама. «И навел Господь, Бог, на человека крепкий сон». Смотрите, я не читаю, что было посередине. Адам был один, он чувствовал себя недостаточно хорошо, он общался с животными, но понимал, что чего-то не хватает. Знаете, животные были созданы по парам, а ему чего-то не хватало. И что произошло? «Навел Господь Бог в человек крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра этого человека, жену, и привел ее к человеку». Смотрите, написано, что Бог взял его ребро и закрыл это место плотью. А что, он не мог, что ли, новое ребро поставить туда? Почему он заполнил это место плотью? Знаешь, почему он заполнил плотью? Чтобы Адам всегда чувствовал этот недостаток, что ему чего-то не хватает, что ему чего-то не достает. Когда он, допустим, засыпал, ему чего-то не хватало. Он, наверное, кричал, «Еф, давай быстрее иди сюда! Мне чего-то не хватает, не могу с погоны спать, ребра не хватает. Кость моя, вернись ко мне. Приходи ко мне». Ему чего-то не хватало. Поэтому Господь поместил туда не ребро, а закрыл это место плотью. У него ни проблем не было на счет этого, на самом деле. Взял бы прах немножко, и все, новое ребро поставил бы. Но написано, что он вместо этого закрыл то место плотью. Не какое-то новое там... Ничего нового не сотворил. Поставил именно плоть туда. Что произошло? То есть сотворил из кости что-то новое и привел к нему. Знаешь почему? Для того, чтобы человек, мужчина, каким бы он не был самодостаточным, насколько не был бы состоявшимся, нисколько не думал, что он прям такой самый совершенный, я самодостаточный, допустим. Слава богу, сегодня есть и сыральная машинка, слава богу, сегодня есть и посудомоечная машинка, там, чтобы мыть посуду, я не знаю. Есть все, что угодно. Я могу себе спокойно жить, даже могу кнопку нажать, и кофейная машинка даст кофе мне, зачем мне жена, и надо, говорят мужики такие. Нет, возлюбленные. Этот недостаток никто не может восполнить. Вот этот недостаток для мужчины толка жена может восполнить. Знаете, что интересно? И Адам сказал, и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою, ибо взята от мужа. Смотрите, Адам отмечает очень важную вещь. Он говорит, она взята от мужа. Это кость от кости моей. Когда Бог разгневался на Адама, смотрите, когда разгневался на Еву, он не сказал ей ничего. Он сказал, ты будешь проклятый и в боли будешь рождать. А когда разгневался на Адама, он напомнил, из чего он создан. Он сказал, ты прах, и в прах возвратишься. Ты прахом был, и в прах вернешься. А Еве не сказал это. Везет, да? Некоторым девушкам. Есть очень интересное, на самом деле, знаете, я знаете, как хотел назвать эту проповедь? Скажу несколько слов, много не буду говорить, на самом деле. Анна уже сказала, на самом деле, очень много из того, что я хотел говорить, но я скажу вам. Знаете, как я хотел назвать сегодняшнюю проповедь? Кость никогда не станет прахом. Кость, сестра, не станет прахом, то есть братом. Это очень важно, чтобы мы понимали. Смотрите, если мы будем смотреть на физический мир, возможно, мы, да, очень похожи друг на друга, мы одинаковые. Мы из одинакового тела, но мы должны кое-что понять, возлюбленные сестры, возлюбленные братья. Братья, если вы не согласны с творением, потому что вы сделаны из того же самого праха, то значит, женщина уже не согласна ни с творением, а с мужем не согласна, потому что создана из его ребра. Это очень важно понимать, на самом деле. Если мужчина это понимает, если женщина это понимает, то уже никакая женщина не будет говорить, я уже феминистка. Нет, она поймет, какое ее место, ее позиция. Она создана из-за ребра мужчины. Она никогда не превратится в прах, потому что она не создана из праха. Ее место, Адам посмотрел на него и сделал одно из самых важных проглашений в семье. Он сказал, что, что еще раз? И сказал человек, вот эта кость от кости моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Взято от мужа. Место женщины. Это место этого ребра, этой кости. Она взята от мужа не для того, чтобы дать кому-то другому. Она для того, чтобы она была недалеко от своего мужа. Как только жена становится дальше от мужа, то муж должен чувствовать и сразу чего-то не хватает. Это, конечно, не Ажнатель, новое какое-то учение, знаете. Все, женщина не была прахом, прах не превратится. Допустим, если муж умирает, превращается в прах, а женщина, когда умирается, в кость превращается. Нет, не об этом разговор. Это имеет весь все духовный смысл возлюбленный. Все женщины должны понимать, что они должны быть согласны с мужчинами, потому что они взяты от мужа. А муж должен быть согласен со всем творением. Вот, когда муж и жена соединяются вместе, становятся согласны со всем творением, то это хорошо. Но женщина должна понимать, что ее место это рядом с мужем. Чем раньше она это понимает, то семья, тем раньше становится благословенной. Быть рядом с мужем, это не значит быть его головой с теми же самыми правами. Ничто, что имеет две головы, ничего хорошего не происходит от этого. Вот, возьмите любое, что имеет две головы, это два мнения, две проблемы. Каждый раз, когда две головы, или, допустим, дети тоже думают, что они тоже голова какая-то, это вообще превращается в многоголовый какой-то дракон, я не знаю, а не семья. Каждый тянет в свою сторону, а потом удивляются, как разорвать это тело. Вы видели, да, это самое вот сложное, знаете, сиамские близнецы, вот представляете, да? Сиамские близнецы, правильно называю? Это самое сложное у них, знаете, у них одно тело, допустим, а две головы, допустим, и каждый хочет свое. Представляете, допустим, один хочет танцевать, а другой хочет петь, а другой хочет спать, я не знаю. У них две ноги, но две головы, и не могут эти две ноги разорвать, одна нога спит, а другая танцует. Это одно тело. Вот семья, это это тело. Если жена решает стать тоже головой, задирает свой нос так, превращается в эту сиамскую, сиамских близнецов. А если еще дети решаются, то они тоже голова, не знаю, что произойдет уже. Смотрите, я на самом деле не то, что я проповедую мужчину, нет, поймите меня правильно, возлюбленный, я наоборот, в основном всегда на стороне сестер. Но сегодня настолько смешался мир, что мужчина забыл, что он должен быть мужчиной, женщина потеряла свою женственность и превратилась в какую-то кашу. Смотришь на того, который идет впереди, сзади не понимаешь, это мужчина или женщина. Четверо человек идет, у всех волосы одной долины, одинаковая одежда, одинаково ходят, одинаково ругаются матом, и ты хочешь понять, просто кто они такие, это что за пол, что за пол вырос. Но мы призваны возлюблены осознавать одну простую истину. Есть семья, в которой муж голова, он венец творения, можно сказать тогда, венец творения Божьего. И от этого венца совершенства было создано нечто более совершенное, да, братья, согласны со мной? Была создана жена, нечто новое, которое было взято именно от этого мужа. И эта жена должна понимать всегда, она уже не из праха, она уже из кости и его. Она уже часть Адама. Когда ты вот так смотришь на творение, на весь мир, так легко становится жить в семье на самом деле? Знаете, здесь не то, что там один хороший, другой плохой. Нет, просто мы все разные. Каждый брат, каждая сестра, они все отличаются. Мы все разные на самом деле. Братья и сестры сильно отличаются друг от друга. Мы не можем быть на вашем месте, вы не можете на нашем месте быть. Бог так не создал нас. Мы все разные, мы каждый из нас должны знать свое место. Если сестра, ты должен быть, ну, как бы, ты должен понимать, насколько бы твой муж не пришел домой, и он пьющий, и, как бы, ругается матом, он все равно глава этой семьи. Да, конечно, может, он плохо себя ведет, денег не зарабатывает, делает много неправильных вещей, голова осталась без головы. Можешь, конечно, поднять его, помочь ему подняться на свое место. Не то, чтобы подняться на его место и самой быть главой. Нет, я властелин в этой семье. Нет, у Бога есть правила, которые неизменны. Муж должен быть мужем, жена должна быть женой. Иисус один раз особо отметил это. Бог создал мужчину и женщину. Ничего не поменялось, на самом деле. Вначале Бог создал мужа и жену. Ничего не поменялось, на самом деле, в этом. В этом ничего не поменялось. Некоторые разгневанные сестры скажут, нет, ни Иудея, ни Елена в Господе, нет, ни мужа, ни женщины. Все мы равны. Во Христе Иисусе, да, возлюбленным, мы равны. Но в этом мире есть свои правила, возлюбленные. Хотим мы этого или нет, мы живем в этом мире, и в этом мире есть правила. И до тех пор, пока ты живешь в этом мире, в физическом мире, есть определенные правила. Есть позиции, есть место, которое ты должен занять. Бог решил это. Это не означает, что жена, допустим, в нижнем положении, чем муж, допустим. Нет, каждый из них на своей месте, своей позиции. Каждый имеет свою ответственность. Когда все это мешается, когда все путается, семья превращается в кашу. Когда жена знает свое место, она будет делать все. Смотрите, в чем, на самом деле, борьба в основном. Наверное, в 90% семей борьба, знаете, в чем? Кто займет трон? Кто займет этот трон? Достаточно того, чтобы муж, допустим, чуть-чуть ослабил свою позицию, и потом жена садится ему на плечи, садится на шею. Я говорю о христианах, на самом деле. Не будем далеко отходить. В семье не может быть борьбы. Если ты знаешь свою позицию, свое место, ты понимаешь, что он должен сидеть на троне. Ты не будешь бороться с ним. Максимум, ты будешь делать более красивым этот трон. Скажешь, ты сел на трон, давай-ка я поправлю твой трон. Давай-ка я твою одежду поправлю, более красивый ты будешь, чистый. Ты будешь делать его более красивым на троне, чтобы рядом с королем быть королевой настоящей. Но если ты думаешь, что, знаешь, ну как-то вроде он ослабил, я возьму трон свои в руки. Я посчитаю, это одно хорошее место, на самом деле. Псалом 44, с 11 стиха. Слыши черь и смотри. «И преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего». Нет обратного пути, на самом деле. Он говорит, «Забудь это». И что говорит дальше? «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Знаешь, написано, что преклони ухо твое, это щерь. Преклони, чтобы слышать. Хорошо слушать, на самом деле. Хорошо слышать своего Господа. Хорошо поднимать его. В последнее время у нас в семье, знаете как, мама и две дочери говорят, «Гор, насколько ты сильный». «Гор, насколько ты мощный». Это уже немного в юмор превратилось, но это так прикольно. Им приятно говорить мне такие слова, и чтобы я говорил, «Да, да». Мы, конечно, шутим, но и без шуток ты тоже можешь нечто приятное сказать своему мужу. Скажи ему пару приятных слов. Мужчина, на самом деле, знаете, вы не смотрите на их мышцы, они как дети, на самом деле. Он настоящий ребенок, мужчина. Ему скажешь пару сладких слов, которые он хочет услышать. Знаете, вам кажется, что только вы хотите, сестры, услышать хорошие слова? Нет. Ты ему, конечно, не говоришь, что он очень красивый. Скажи, ты лучше всех водишь машину. Рядом с тобой так безопасно. И этого достаточно уже. Ты скажи, ты лучший рыбак на свете. Все. Целый месяц все, что хочешь, будет делать. Я вам серьезно говорю? Пока братьев нету, скажу. Мужчина как ребенок. Если ты поймаешь волну этого ребенка, дома будет праздник. Нет, мы приступаем их, чтобы показать, что мы правы. А он показывает свои мышцы уже. Этот ребенок превращается в дикого зверя. Кричит. Бьет кулаком по столу. Знаешь, за 20 лет я ни разу не ударил кулаком о стол. В нашей семье никакой вопрос не решается криками и визгами. Я могу позволить, чтобы все говорили. Чтобы все высказались. Я позволю, чтобы все высказались. Обсуждаем тему. Скажу вам так, что, знаете, в нашей семье четыре человека, и все мы разные, по-разному размышляем. Скажу вам более. Все совсем по-разному размышляем. Я не о духовном говорю. Допустим, знаете, смотрите, я люблю, допустим, в дикой природе делать дикие вещи какие-то, допустим, кушать змею, я не знаю, там, и скорпиона. Анна любит сидеть в комфорте, пить свой чай или свой кофе. Ей не нужны какие-нибудь там палатки, я не знаю. Маленькая дочка моя, допустим, она прям бизнесмен, знаешь? Ей 15 лет, она уже думает, где что можно заработать. А старшая моя уже какая-то небесная, она пишет песни, не знаю, где она там, на небесах как будто. Мы все разные. Поэтому, когда мы обсуждаем что-то, мы должны просто представить, что это. Никто не связан с другим. Я спокойно слушаю каждую позицию, я тоже начинаю входить в это обсуждение, если надо будет, мы спорим, без рук и ног, конечно. приходим к какому-то итогу, я принимаю решение, что будет. Правильно, да? Смотрите, это нормальная семья, на самом деле. Знаете, в чем глубина во всем этом, на самом деле? Что мои решения очень часто таковы, как они хотят. Не так, как я хочу, а как они хотят. Я делаю не то, что хочу, а то, что они хотят. Очень часто. У нас дома, допустим, нет рыбака, я никого не заставляю рыбачить. Я, если у меня есть возможность, я иду на рыбалку. Я уже нашел вариант. Когда меня зовут проповед, допустим, в другой город, и там хорошая рыбалка, я говорю, во время сезонной рыбалки я приду к вам. У меня свое место расслабления. Знаете, что интересно? Во всем этом я не хочу показать, что я самый главный в семье. Я здесь король. это они должны показать. Это они меня должны принимать как своего царя. Я должен чувствовать себя как слугу. Я сказал о том, что Анна не знает, сколько я зарабатываю. Она даже, знаете, не заботится о том, чтобы покупать что-то в магазине, допустим. Редко она ходит в магазин. Я, допустим, еду домой, на машине заезжаю и покупаю все, что надо. Я говорю, я отправлю в список, я покупаю и приношу домой все. Я слуга в доме, а для них я как, знаете, повелитель на самом деле. А я внутри себя понимаю, что я их слуга. Помните, что он сказал, Иисус сказал своим ученикам? Он сказал, ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий. Вот если мы это будем понимать, если каждый мужчина будет это понимать, я среди вас как служащий. Он еще и в конце он был и многие. Это же не случайно было? Если мужчина будет это понимать, что он в этой семье служитель, слуга, а жена и дети понимают, что этот человек в этой семье повелитель, красавчик. Что, нас снимают, да? О-о-о. А я смотрю, никакого движения нет, я думал, никаких съемок нету. Использовал пару русских слов. А то я прихожу домой, скажу вам так, вот эта девушка, которая здесь так сладко разговаривала, потом мне, знаете, как что устраивает за то, что я по-русски разговариваю? Ну, это нормально, знаете, когда она говорит, допустим, что так много по-русски разговаривал сегодня? Так много русских слов использовал. Это нормально возрубленные. Это нормально, когда там, допустим, знаете, какие-то вопросы, какие отношения выясняете. Это нормально. Знаете, что ненормально? Неделями обижаться друг на друга и не разговаривать друг с другом. Вот это ненормально. Ненормально друг другу назло что-то делать. А-а-а, ты вот так, значит, ты свою зарплату к своим отнес, а я вот это отнесу к своим. Знаете, мы больше 20 лет уже женаты, ни разу не говорили мои, твои. Никогда не было такого, чтобы, знаете, мы, допустим, говорили о чем-то. Я, допустим, что сделал для родителей Анны, а что Анна сделала для моих родителей. Нет такого понимания вообще. Знаете, сколько раз я это слышал вообще? Все, ты там отнес своей маме. Твое внимание все только об твоем отце. И все, начали ссориться. Нет, родители, на самом деле, это общие родители. И твои ее. Это общие родители. Надо их любить и ценить. И уважать. Я сказал много вещей, на самом деле, которых не было в проповеди. Ладно, прочитаю еще одно место. Не буду сильно нагружать вас сегодня. Завтра будет утром у вас сестринское служение. Мы с братьями встретимся в воскресенье в 4 часа дня. После служения. Смотрите. Смотрите, здесь некая проблема. То, что я говорю, допустим, у новеньких проще. А вот, когда, допустим, люди уже женаты 20-30 лет, это уже не твой рыцарь, не твой герой. А жена уже, не знаю, когда ты был готов там в 4 часа ночи прийти и спать под ее окнами, лишь бы слышать ее слово, как она играет на пианино. Ты был готов на все. Это уже прошло, допустим. И тебе уже трудно, жене трудно подчиняться, а мужу трудно любить. Возлюбленный, но, знаете, скажу одну важную вещь. На небесах нет недостатка в любви. Постарайся жить небесным. Постарайся жить небесным. Чтобы, когда ты придешь на небеса, это не было для тебя незнакомым чем-то. Скажешь, а что это такое, эта любовь? Нет, возлюбленный, ты должен уметь любить до конца. Я не прочитал это место? То, что говорил Иисус. Он сказал, что Бог создал мужа и жену. Знаете, что говорится? Ладно, давайте прочитаю. Давайте прочитаю. Это очень важно в нашей жизни. Матфея 19, глава, с 5 стиха. И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут двое одной плотью. Так что, они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Что бы ни происходило, вы должны любить до конца. У вас нет другого варианта. Знаете, сегодня так много разводов стало. Знаете почему? Потому что есть другой вариант. Если, допустим, мужу скажешь, если вы разведетесь, тебя сделаем евнухом, и ты никогда больше не женишься. Никто не разведется. Никто. Потому что есть другие варианты. То есть, когда ты женишься, ты должен понимать, нет другого варианта, нет такого. Нет. Не получилось, ну ладно. Попробуй другое. Знаете, семья это не испытательный полигон. То, что Бог сочетал, того человека да не разлучает. Когда мы говорим, что вы стали одной плотью, это не что-то случайное. Поэтому, когда они разводятся, знаете, что происходит? Возьми просто какое-нибудь тело и попробуй разорвать пола. Попробуй разорвать. В физическом мире это ты не видишь, конечно, но в духовном это и происходит. Тело разрывается пополам, и это очень болезненно. Это очень болезненно. Потому что в духовном мире, знаете, что произошло уже? Эта кость уже встала на свое место, присоединилась к своему Адаму. То место, которое было заполнено плотью. Это стало одной плотью. И когда ты отрываешь это ребро, ты разрываешь это тело. Поэтому слово говорит то, что что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Слава Господу. Читай последнее место. Это очень простое место, на самом деле. Самое простое место, которое супруги, когда бывают проблемы, они приводят, это местописание. Первый конец нам, 13 глава, с 4 стиха. Любовь долго терпит, милосердствует. Иногда ты должен сказать, возлюбленный, пусть будет так, как ты хочешь. Она хорошо сказала, на самом деле. У нее хорошие слова. Она говорит, зачем мне быть правой и быть одной? Это правда, на самом деле. Иногда скажи, пусть будет так, как ты хочешь. Пусть будет так, как ты скажешь. Я согласен с тобой. Нет, вернее, я не согласен с тобой, у меня другое мнение, но я настолько сильно люблю тебя, что я свою любовь ценю выше, чем мое мнение. Пусть будет так, как ты скажешь. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Когда ты говоришь, закрой свой рот. Это не, знаете, это не отношение любви. Нет, любовь не бесчинствует. Зачем я вышел за тебя, старик? Любовь не бесчинствует. Нищит своего. Знаете, нищит своего, это значит, то, что ищет, то, что хорошо ближнему, не то, что себя. Когда у тебя проблема с супругом или супругой, беги в 1 Коринфянам 13 стих, ой, 13 глава, начни читать 4 стиха. Не раздражается, не мыслит зла. В стихе написано, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Иногда приходит ко мне и говорит, пастор, я уже не могу переносить все это. Библия говорит, что все переносит. Все переносит, это слово Божие, а не мое слово. Все переносит, это значит, все переносит. Всему верит, на все надеется. Любовь никогда не перестает. Любовь возлюбленная. Помогает выдержать любой удар, который эта жизнь тебе преподносит. А эта жизнь, я вам скажу, очень добрую весть. Эта жизнь очень часто нас бьет. Она не может без этого. Она очень часто нас бьет. Но когда в семье есть любовь и единство, ты легко проходишь через эти удары. Ты легче двигаешься вперед. Если в семье есть проблемы, если корень слабый уже, так легко на самом деле, знаете, это дерево вырвать корнями. Но вы можете, знаете, заплатить эту цену за любовь. Что бы ни происходило, в нашей семье будет мир. Я, допустим, знаете, что? Я принял решение внутрь себя. Я решил, что еще до свадьбы, еще до того, как жениться, я решил, что я не буду ложиться спать обиженным. когда там обижаются друг на друга, не разговаривать с друг другом. Я сказал, ну, слушай, ну, мы же люди все. Это в семье, всякое бывает. Во всех семьях бывают разговоры. Знаете, прошло 10 лет, прошло 10 лет, как мы поженились. Однажды пастор, у нас была пасторская встреча, там много было пасторей, служителей. Пастор сказал, такой задал вопрос. Вот есть люди, в каждой семье бывают вопросы, бывают разногласия, споры. Есть семьи, в которых 10 лет женаты, и у них не было споров в семье. Знаете, мне так было неудобно, но я так поднял руку, я ей руку поднимаю. Как-то мне неудобно, конечно, думаю, люди посмотрят и не поверят даже. Я поднимаю и хочу вспомнить. Может, были случаи, когда, допустим, мы были обрежены друг на друга, или там кричали друг на друга, но, знаете, не мог вспомнить ничего такого. Я не смог найти такой случай. Какое у вас мнение? Мы проходили через разные ситуации. Вы думаете, у нас не бывает проблем? Почему не бывает? Как может быть, чтобы в семье не было вопросов? Но так важно, чтобы ты находил решение именно там, где любовь. Любовь не бесчинствует, свое не ищет, все терпит, всему верит, все переносит. Любите друг друга. Любите друг друга, чтобы на небесах не было сюрпризом для вас, потому что там будет любовь. Там везде любовь. Пусть Господь благословит тебя. Давайте встанем на ноги и будем молиться, возобновленные. Хочу, чтобы мы помолились за тех людей, которые только будут составлять новые пары, из-за тех, которые молодые, которые ищут еще своих партнеров. Хочу сказать очень важную вещь молодым, и будем молиться. Никогда не манипулируй. Никогда не женись на основе манипуляции. Это будет несчастная семья. Никогда не делай манипуляцию. Никому. Ни духовным, ни финансовым. Никак не манипулируй. Семья должна быть доброохотный выбор обоих людей. Ты не приходи и не говори такое, Бог мне сказал, что ты будешь моей парой. Я сказал в нашей церкви, если, допустим, какой-нибудь парень сестрам обычно сказал, если, допустим, кто-то скажет, Бог сказал, что ты будешь моей парой, скажи, отойди от меня, дьявол. Отойди от меня, сатана. Ничего, ни плюс, ни минус. Даже если Бог сказал тебе, что это твоя половина, позволь, чтобы Бог ей тоже открыл это. Пусть она примет это решение. Не делай манипуляцию на основе Божьей, на основе духовного. Если хотите благословенную семью, никогда не манипулируйте друг другом. Если ты скажешь, что Бог тебе так сказал, и скажешь ей, допустим, Бог сказал мне, что ты будешь моей половиной, эта бедная девушка от страха Божьего выйдет за тебя замуж, потом через полгода поймешь, что от тебя ничего духовного не было, она поймешь, что ты обманул ее, и семья превратится в ад просто. Поэтому, возлюбленные, просто прошу вас, даже если в видении Бог вам сказал, что это Нуне, не надо приходить к Нуне, и не говорить Нуне, Бог мне сказал, ты должна выйти за меня замуж. Нет, ты будь как мужчина, подойди, предложение сделай, скажи, ты не против, если мы будем пообщаться, захочет, то общайся с ней, не захочет, держишь подальше от нее. Я знаю людей, много людей, ни одного человека. Если, допустим, одной девушке подходит десять человек разных и говорит, у меня есть пророчество, что мы должны быть вместе, я хочу понять, что, знаете, ну, я, конечно, понимаю, что в этом мире есть многомужество, многоженство, точнее, а многомужество я нигде не слышал. Если она выйдет за десять человек, как она будет жить? Поэтому не манипулируйте никогда. Хочешь достичь кого-то, достигни его сердца. Если ты не достиг его сердца, то просто оставь его. Если ты не смог покорить сердце девушки или мужчины без манипуляций, чисто, искренне, если ты понял, что вы подходите друг к другу, что вы именно те, то женитесь спокойно. Но если нет, то не манипулируйте. Это очень трудно на самом деле, это очень сложно. Потому что любая манипуляция через год, пять, десять лет, выйдет на поверхность воды и все смешается. Поэтому, знаете что? Сделайте так, чтобы любить человека, за которого выйдет замуж. Потому что какая бы проблема ни пришла, любовь вас удержит. Церковь вас не удержит. Любовь вас удержит. Пусть Господь благословит тебя. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы приходим к тебе и просим твоего благословения, чтобы ты спустил свое благословение на наши семьи, на наши жилища. Я прошу тебя, Господи, боксовик каждого человека, который здесь находится, каждую семью, наполни своим миром, разрушь всякие программы дьявола в их жизни. Удали всякую проблему, обиду из семей, Господь. Если есть, допустим, пьющие люди в семьях, разрушь власть духа алкоголя, алкоголизма, наркомании из их семей, Господь. Наполни миром, шаломом твоим, любовью твоим, покаянием, Господь, разрушь всякие неповиновения, всякая непокорность, Господь, чтобы каждая семья была движима тобой, твоим духом, в тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Я бы целил каждую семью, которая здесь находится. Я бы целил каждого члена семьи, чтобы каждый человек был в твоей небесной воле, Господь, чтобы твой шалом, твой мир был в жизни каждого человека, во имя Иисуса Христа. Боже, мы молимся также за всех молодых людей, которые готовятся только заключать брак, которые готовятся выбирать партнера себе, которые на пороге выбора. Боже, прошу тебя, Господь, чтобы ты разрушил все, что не от Господа, не от тебя, Господь, что не от небес, разрушив всякие неправильные связи, разрушив неправильную влюбленность. Я прошу тебя, Господи, я особо прошу тебя, удали, пожалуйста, Господи, из сердца любых молодых людей, всех молодых людей, эту влюбленность, которая не даст никакого плода, чтобы они просто так не страдали, Господи, во имя Иисуса Христа. Я прошу тебя, Господи, чтобы каждый был, чтобы каждый встретил того, самого неповторимого, который ты приготовил, Господь, чтобы, видя этих людей, Господь, они понимали точно, что они созданы друг для друга, Господь, во имя Иисуса Христа. Я разрушиваю всякие программы дьявола в вашей жизни, из ваших предложений, из ваших общений и продолжаю Небесное во имя Иисуса Христа. Еще раз, Господи, прошу Тебя, благослови всех, благослови каждого человека, каждую семью, каждый дом, пусть в каждой семье будет Небесная благодать, чтобы были наполнены небесами и миром Твоим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Знаешь, в Москве, допустим, если бывает, минус 40, да, допустим, насколько бы холодно не было, знаешь, что, допустим, когда придешь домой, там плюс 27, плюс 28. Знаешь, вот эти минус 40 ты даже не замечаешь, знаешь почему? Потому что когда ты идешь на улице, там минус 40, там холодно тебе, ты превратился в сосульку, я не знаю, но ты понимаешь, что там дома тепло. Сейчас я уже дойду до дома. Вот создайте такую атмосферу дома. Обеспечьте эту атмосферу, чтобы, насколько не было бы проблем на улице, снаружи, чтобы вы мечтали дойти до дома, чтобы вы бежали домой. Не то, чтобы там еще пару часов побыть с друзьями, потому что придешь домой, там начинаются крики, визги. Нет, возлюбленные. Дорогие сестры, будьте более мудрыми с вашими мужьями. Даже если вы очень мудрые, все равно более чуть мудрыми станьте, еще мудрее. Как только почувствуешь себя неудобно, вспомни, что это маленький ребенок. Ты же не обижаешься на маленьких детей? Ты же не обижаешься на своего ребенка, если, допустим, что-то неправильно скажет тебе? Ты говоришь, ну, ребенок не понимает этого. Ну, может, вы, ну, как ребенок, может, иногда не понимаете. Не надо обижаться. Ну, мужчина там, знаете, наполнился внешне непонючем, пришел домой и на тебе вымещает все. Сделай так, чтобы дома было приятно, чтобы он бежал домой. Аминь. Слава Господу. Макия Тебя, Господь. Хочу задать один вопрос. Есть люди, которые сегодня вообще в первый раз в такой церкви. Никогда не были в такой церкви, никогда не отдавали свежих Господу. Никогда не молился Иисусу. Есть такие люди? Протяните свои руки, поприветствуем вас, если вы такие люди. Пусть Господь благословит вас. Я попрошу одну вещь, если можно, если вы в первый раз, вы герой сегодняшнего дня. Я попрошу тебя, пожалуйста, пройдите вперед, вместе помолимся одной короткой молитвой. Если вы в первый раз, не стесняйтесь, все уже здесь были когда-то. Проходите вперед, помолимся вместе одной молитвой, одной короткой молитвой. Если ты наверху и ты в первый раз, то спустись сюда вниз. Мы обязательно помолимся вместе. Просто встаньте сюда напротив. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Мы подождем всех. Все те, которые в первый раз, если в первый раз в такой церкви, ты никогда не отдавал свою жизнь Иисусу. То сегодня очень важный день. Приходите вперед, мы помолимся вместе. Пусть Господь благосовит вас. Пусть Господь благосовит. Слава Богу. Пусть Бог благосовит, мы немного еще подождем, пока все придут. Слава Богу за вас. Слава всемогущему Богу. Мне кажется, я спущусь к вам. Я настолько люблю вас. Я не могу без вас просто. Я спущусь к вам. Вы спустились, я тоже спущусь. Пусть Господь благосовит вас. Я хочу каждого из вас поприветствовать лично. Пусть Господь благосовит вас. Будьте благосовены. Добро пожаловать. Будьте благосовены. Благословений вам. Такой ты хороший. Благословит тебя Господь. Благослови Господь. Будьте благословены. Да благословит вас Господь. Обильных благословений. Благословений вам. обильных благословений будьте благословенны благословит вас господь исцелит вас то будьте благословенны будьте благословенны благослови вас господь благослови тебя господь чудо боксер господь у вас бог да был свет господь благословение вам благословение вам будьте обильно благословены я могу два часа говорить это сколько людей выйдет я тем больше радуюсь знаете Вы, может быть, не сможете это понять, насколько я рад, насколько они рады. Но мы настолько вместе взятые, не можем понять, насколько рады небеса, что вы сегодня здесь. Знаешь почему? Потому что сегодня ты пришел сюда, чтобы сказать, «Мой Господин Иисус Христос, мы это будем делать». Ты пришел, чтобы сказать, «Иисус, прости мои грехи». Знаешь, на кресте Голгофском за меня из-за тебя заплаченная цена. Тебе ничего не нужно делать. Тебе не нужно, там, 7 лет, допустим, страдать, 20 лет еще где-то быть, еще не знаешь, что делать, чтобы Бог тебя просил. Нет, Библия говорит, что тот, кто позовет имя Господне, спасется. Мы сегодня здесь, чтобы призвать имя Господне. Чтобы сказать, «Иисус, все, что я делаю до сих пор, прости за это. Прошу прощения, я больше не буду так делать. Я хочу отдать тебе свою жизнь». Знаешь, сегодня этот день. Сегодня тот день, когда все свои победы, все свои пути, все, что у тебя было в жизни, ты должен сложить к ногам Иисуса и сказать, «Ты, Господин». Знаешь, дьявол, самоврождение твое говорит, «Ты самый лучший, нет таких, как ты». Все я делаю для того, чтобы ты думал, что ты самый лучший. И когда ты приходишь к Иисусу и говоришь, что «Нет, не я самый лучший», приводишь все к Иисусу и говоришь, «Ты самый лучший». Тогда Иисус говорит, «Нет, не я, а мы». Потому что ты со мной уже, ты уже мой. Ты мой сонаследник. Потому что ты пришел и свое «Я» преклонил к моим ногам. Мы сегодня будем делать это, возлюбленные. Поэтому, если вы готовы, хочу, чтобы мы эту молитву совершили вместе. Я скажу, а вы повторите за мной. Это короткая молитва. Это единственная молитва, которую ты повторишь за мной. Все остальные случаи, знаете, Библия говорит, что «Зайди в свою комнату, закрой свою дверь, нет лучше молитвы». «Ты твой Бог». Вот в этой молитве я тебя поведу. И поступай, вы говорите, что если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем верить, что Он Господь, то спасешься. Мы это и скажем сейчас. Поэтому, если ты готов пригласить Иисуса Господом, пусть Господь благословит вас. Если вы готовы исповедовать Иисуса, повторите за мной, пожалуйста, закройте свои глаза. Скажи, «Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа». Дорогой Иисус, я прошу прощения за все грехи, которые я совершил. Я отрекаюсь от них. Я верю, что ты был распят, умер, и на третий день ты воскрес, чтобы избавить меня от моих грехов. С сегодняшнего дня я отдаю тебе свою жизнь. Прости мои грехи, очисти меня, омой меня, и крести меня своим Святым Духом. Ты мой Господин и мой Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Пусть Господь будет савить тебя в возобновлении. Вот об этом я и говорил. Может, ты скажешь, ну, пару слов вроде сказал. Нет, да если ты сказал эти слова с верой, сейчас небеса просто танцуют от радости. Слово Божие говорит, что если кто-то повторяет молитву покоения, на небесах ангелы танцуют от радости. Представляете, здесь не один человек, не десять даже. Представляете, какая радость на небесах, потому что небеса понимают, что значит, что вы сказали аду нет, а Иисусу сказали да. Это молитва спасения. Слово Божие говорит, что это день твоего рождения свыше. Держись с этого дня. Хватайся за того, кто на кресте Голговском именно за тебя заплатил цену. Не за твоего ближнего, а именно за тебя. Его имя Иисус Христос. Пусть тебя Господь благосовит. У нас есть подарок, который мы хотим подарить вам. Но до того, как мы подарим, можно помолимся за вас? Можно помолиться за вас? Благословить вас. Зал, протяните руки, мы помолимся за них. Отец Небесный, мы приводим к тебе наших братьев и сестер. Мы приглашаем твое благословение, твою силу, огонь, присутствие в жизни каждого из них. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем всякие оковы, неправильные исповедания, всякие, знаете, колдовство, которое было сделано над этими людьми. Мы разрушаем их во имя Иисуса Христа и приглашаем мир, силу, мощь Его, любовь, мир, шалом, Иисуса Христа на вас и на ваших семьях. Исцеление Господне на вас приглашаем, Его присутствие, Его огонь. Прошу Господи, чтобы ты взял каждого из них в свои руки, ввел в свои воли, Господи, чтобы разрушил всякие оковы из их жизни, и чтобы наполнил их своими благословениями во имя Иисуса Христа. Мы благословим каждого из них и говорим, будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Благодарим вас и вручаем в руки того Господа, в Которого вы уверовали. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу, возлюбленный. Слава всемогущему Богу. Еще раз приветствую вас. Добро пожаловать. Наши сердца и наши двери всегда открыты для вас. Каждую неделю, субботу, воскресенье у нас есть служение. Так что добро пожаловать. Сейчас я попрошу, чтобы наше прославление взяло благословенную песню, в течение которой наши служители подарят вам новые заветы. Это Слово Божие. Вам дарят для того, чтобы... Не то, чтобы вы поставили у себя дома и сказали, что у нас есть Он. Вам дарят, чтобы вы почитали на самом деле. Знаете, многие спрашивают, то если есть Бог, почему так произошло в этой жизни? Я не знаю. Если, допустим, есть Бог, почему это случилось? Новый Завет — это инструкция. Прочитайте это, пожалуйста. Прочитайте инструкцию жизни. У тебя будут разные проблемы, но прочитай, чтобы у тебя... Бог сохранил тебя на самом деле. Пусть Господь благцевит тебя. Прошу, чтобы мы взяли одну песню и... Вас хотят повиси, на самом деле. Идите за нашими братьями и сестрами, помолятся за вас, подарят вам Новые Заветы. Пожалуйста, так прям вот... Пройдите за ними. Вы вернете сюда, не подумайте, что вас ведут туда и не вернут больше. Пусть Господь вас благословит. Пусть Господь благословит. Давайте всем поаплодируем. Будьте благословены. Слава Господу за вас. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь благословит. Давайте поклонимся Господу. Пусть Господь. Пусть Господь. Продолжение следует...